так вот к слову про египет египет у нас это самая старая часть планеты земля в которой жили люди вот и в которой эти люди рано или поздно занимались медициной потому что каирский университет он круче всех я не помню сколько лет его но это клёво было так что если у вас есть какие-то проблемы вы уж пожалуйста в алане пинайте возьмите путевку и съездите в каир но туда где у вас посмотрят мало того в египте есть одна очень интересная особенность египет это государство гранище с израилем так вот если вы хотите жить в израиле это достаточно дорогое удовольствие вот когда вы можете в израиль съездить в израиле пролечиться в израиле понять что такое вот а жить просто в египте представляете туда-сюда перелетели сделали и все нормально кроме всего прочего египет чем мне очень нравится вот египте честно халява мне очень понравилось то есть никто так тебе не сильно давит вот цены еще подешевле чем в турции вот кушать да пожалуйста уберите все что хотите и кушайте вот недвижимость вот недвижимость еще и дешевле чем в турции ну а до израиля никаких проблем мы с израилем являемся безвизовой страны слетал туда пожил там недельку и вернулся в египет где все подешевле кризис 2007 года нам всем показал что даже могучая америка может в раз рассыпаться то есть дом который ранее стоил под 7 миллионов долларов смогли бы продать всего за 850 тысяч при этом такой дом который бы у нас стоил под 70 миллионов и это был нью-йорк и конечно понятно всем и россиян в том числе что эфемерно раздутая фигня газпрома но и он то не является никаким поставщиком не нефти не газа да потому что поняв кто рулит а мы от них занимаем позицию внизу и мы на рынок поставляем всего ну пять процентов и нефти и газа то есть пацаны не верьте тому что пиндорит про нас российские каналы кстати про россию у нас все по сути не так как собиралась ельцина нас везде и всюду душат нам не дают нормально ездить на нормальных автомобилях нас душат газовой иглой безумными тарифами тжх а скоро ведут налог с имущества и получается что тот кто даже худо-бедно зарабатывает по 2000 долларов соточку а то и более отстегнет в налог а еще он потратит денежки на бензин а еще будет много чего интересного а еще у нас очень классная и суперовская медицина но как здесь жить то а да нормальные люди понимают люди с мозгами что это не то государство которое я хотел строить я думал о коммунизме а вышел пипос поэтому ссори надысь валить но как валить когда рынок встал и подождать что кризис покруче двадцать девятого года века прошлого не закончится за 10 лет 20 а то и 30 и куда валить то не тому человеку у кого миллионы долларов а у кого миллион или два в рублях да есть другие места да вы не получите гражданство ну и что у вас что у каждого есть желание стать президентом думаю нет и раз в полгода можно смотаться в кению например или в израиль или на хадж в общем мы говорим о египте да потому что из всего рынка недвижимости здесь самые приемлемые цены ну и о чем мы вам сейчас говорим и можно не летать чартерами просто добраться и просто снять квартиру а какую часто возникает вопрос а что если я захочу остаться в этой стране не на неделю не на 9 дней не на две недели а чуть чуть подольше что же сейчас то возможно потому что пожалуйста вам предлагаются в хургаде также квартиры на съем что из себя поставить квартира на съем вот он конкретно этот вариант кондиционер шкаф большая кровать для двоих туалет ванны ванны вот нету нужно не принято здесь как-то плюхаться все-таки воду надо экономить а душу можно воспользоваться ну то есть в принципе для четверых человек месяц пребывания в такой квартире ну кухня здесь скажем так небольшая но квартира не меньше чем стандартная сталинка двухкомнатная так вот вместе пребывания это 10000 рублей надо больше пожалуйста можете больше то есть в принципе посмотрите мы сидим и это достаточно большой холл в котором уютно и комфортно единственный достаток но пока во первых все здания находятся процессе строительства но не стоит пугаться за сами подумайте магнитогорске на 50 лет магнитки купили квартиру что там видите ну да дорог пока нет но как только закончится все строение а сделается это достаточно быстро будет и дорога вам тут сколько времени необходимо пешком пройти до моря так я вам скажу что до отеля миномарк это ровно 7 минут ходьбы рядом с отелями на марк есть общественный пляж мы его покажем потому что вечером пойдем туда веселиться на аттракцион ближайший магазинчик и торговая улица находится ровно в пяти минутах ходьбы ну и чтобы было понятно что-то круче в это же время и в турции стоит от 600 до 1000 долларов а не 300 как в египте вся недвижимость по цене здесь в два раза дешевле но не по бросовым ценам а за нормальный прайс египет кстати по недвижухе самый оптимальный вариант еда на рынке стоит в три раза дешевле чем у нас платить за хату в 10 раз меньше погода изумительная и чем это не рай для наших пенсионеров ну что ж первый человек который мы встретили который купил квартиру здесь насколько было страшно приобретение квартиры в египте абсолютно не страшно нормально приобретаем застройщика нормальной квартиры нормальное качество гарантии и как вам здесь почему задумывались о покупке недвижимости именно в египте хорошо здесь отдыхать тепло солнечно температура постоянно круглый год прекрасная погода да да сюда приезжаешь загораешь солнце кстати я по-честному обращаюсь именно к пенсионерам да понятно что у вас льготы но вы же знаете какое у нас медицинское обслуживание а не понимаете ну да как пенсионер второй группы инвалидности с очень неправильным заболеванием я вам скажу что за последний год у меня ушло 4 человека с онкологией а может быть и 5 а может быть и больше я просто не понимаю у меня очень много людей с которыми я общаюсь и это у нас не лечится мало того наша химия стоит 30 раз дороже но что понятно было там полторы тысячи на нас рубли и конечно я понимаю что кому-то в раз хочется умереть но почему бы не сделать это у моря где возможность прожить в разы подольше но вспомните царских пенсионеров все жили то у моря было на другое но красное то круче один прикольный кредель зашел ко мне на страничку в одноклассники и сказал алёша что ты рекламируешь все жилье то то в турции но теперь я скажу что есть жилье в египте в общем почему не рекламировать и не показывать то как нормально строит мы сейчас находимся не в трехкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра кстати мы находимся в однокомнатной квартире добро пожаловать спали квартира вас ждет как вы уже заметили здесь очень много русскоговорящего персонала то есть никакого обмана и всего остального не будет это абсолютно новая квартира я вам сейчас покажу почему вот так все выглядит то есть новые подушки новое одеяло и немножко египетского разгильдяйства вот обратите внимание здесь никого еще до нас не было то есть небольшая пыль да у меня супруга любит большие зеркала вот я никак я не могу купить кухонные гарнитуру от чай кухонные гарнитуры у меня есть не очень не инсталлированную квартиру большие зеркала здесь уже инсталлированы до спальная кровать инсталлирована дальше сколько места для белья и это тоже уже инсталлирована также как и тонированные стекла тоже инсталлирована пойдемте чтобы не подумали что я где-то в россии где-то в магнитогорске где-то в москве занимаюсь вот наш друг вахид эльшир который является ну во-первых большим боссом здесь во-вторых на ну как бы обратите внимание это представитель нашего центра микрофинансирования туризма скажи пожалуйста как глаза то впечатления да дурно я взяла пол дома за миллион столь ипотеку это несравнимо абсолютно с теми квартирами предлагают здесь уже жалею я сейчас не буду объяснять как здесь построены дома то есть здесь чужак не пройдет посмотрите сами я вам подробно объясню что такое красное море да тоже что и аравийское но там за 10-20 лет завели то к чему нам по сути с рация не поддаться тоже будет и здесь а тараканей бега по поводу цветных революций в египте не проходят другая страна мощное государство и самая крутая армия в африке и никогда здесь у житницы туризма ничего то и не было просто меньше смотрите наши замечательные каналы кстати о словах каналы забываешь сразу же после приезда и начинаешь отдыхать так объекта недвижимости в россии которые сейчас даются это голые стены это нету пола это нету даже унитаза и все это стоит примерно 1 миллион за однокомнатную квартиру в русских рублях здесь объект недвижимости как сдается значит практически все компании сдают объекты недвижимости полностью готовым жилом состоянии значит различных компаниях можно конечно различно рассматривать качество вот в данном случае вот компания лариат предоставляет стопроцентную гарантию даже по нашим меркам можно сказать что это качество ну достойно наших стандарт я смотрю вы даже не загорать то есть темпы строительства как бы немножко другие чем в россии но к сожалению у меня просто нет времени на загорание потому что работы очень много работа движется очень быстро вот естественно приходится заниматься мне и проектирование вот и контролем контролем нормативов строительства контролем качества строительства так что времени просто не остается когда город сад мы построим хургаде или это уже есть город сад о нет город сад вы увидите где-то годика через три через пять будет окончательно все заделано будет высажены деревья и все остальное да конечно я надеюсь на это потому что сейчас вышло новое законодательство которое заставляет застройщика ускорить темпы строительства ну то есть принципе если вы начинаете строительство вы должны его закончить течение года я думаю что это заставит все-таки застройщиков и быстрее заканчивать строительство и следить за окружающей средой вот и навести порядок на стране не только на строительной площадке в районе а можно ваши планы если у вас желание в своем доме купить себе квартиру я уже это сделал теперь касаемо купить офисы по продаже недвижухи да везде самые крутые здесь же в отелях ценники понятны в полтора раза то и в два раза дешевле турции жить по сути легко кстати о всех нюансах спрашивайте тех кто здесь живет а россиян то и здесь хватает но для тех кто не верит и думаю что швырнут скажем так у пегаса и у тестуру тут такая маленькая табличка в уголке у хилтона а у вас персональное менеджерское кресло да здесь то есть у нас помимо этого кресла как говорится есть еще и спа салон здесь хилтоне находится то есть там массаж сауна джакузи плюс пляж то есть всем нашим клиентам кто приобретает недвижимость дается членский билет то есть на посещение этого заведения как это в чине года бесплатно совершенно потом соответственно через год уже можно продлевать там за небольшую доплату сейчас скажем пойдем снимем там сами посмотреть посмотрите какая там красота ну и отсюда тоже хилтон пять звезд это отель здесь очень солидные люди сюда заезжают поэтому кажется открыли здесь тоже свое место что продавать хилтон в комментариях не нуждается по это безусловно хилтон он в африке хилтон и вы бы хотели понять недвижимости да я вам скажу и уже показал хотите понять больше на моей страничке все это есть просто возникает мысль а когда я сюда приеду да по сути после турции радость моя переполняется египтом да потому что если бы не первая мировая война то с атаманской империи ничего бы не случилось а знаю цены на нефть и газ и это была бы самая крупная и мощная империя мира а что не знали но покопайтесь википедии все поймете я конечно не понимаю как вы будете делать деньги в египте я-то знаю как и буду делать деньги в египте потому что вы представляете что такое я я приезжаю и у меня много телекамер и честно говоря вот все что я делаю и снимаю по сути сам вот эту камеру которая сейчас меня снимает я также настроил и просто снимаю все это дело представляете по сути то как то она и делается то есть все что я делаю я делаю сам и только иногда моя супруга мне помогает вот но по сути то если вы знаете английский язык вместо там море где вы необходимы знающий английский язык туристическое агентство там вы можете спокойненько недвижимость продавать почему нет не каждый конечно поедет но поедут кое-кто так вот кое-кто он будет жить в лучшем достатке чем это в россии потому что все пучком круглые сутки свет смысле лето практически да вот почему бы нет кстати я бы наверняка бы съездила в другие места и страны и потом уже вам покажу как там живется и и и и и и и